Беседа о том, что никому не должно отчаиваться, не молиться о вреде врагам, не падать духом, не получая просимого. Также к мужьям о сохранении мира с женами. Я много благодарен вам, что вы усердно приняли беседу о молитве, что сделали меня блаженным, потому что блажен, кто передает мудрость в уши слушающих. В этом я убедился не только из рукоплесканий и похвал, но и из того, что видел вас делающими. Когда я убеждал вас не молиться о вреде врагам, я говорил, что делая это, мы оскорбляем Бога и его законам противопоставляем другие противные законы, потому что сам он сказал молитесь за врагов, а мы, молясь о вреде врагам, просим его нарушить свой закон. Когда я говорил это и тому подобное, то видел, как многие из вас ударяли себя в лицо и грудь, горько стинали и простирали руки к небу, прося прощения за такие молитвы. Тогда и я, возведший очи к небу, благодарил Бога, что так скоро слово учения принесло нам плод. Таково сеяние духовное. Оно не требует ни годов, ни времен года, ни дней, но если упадет на душу благородную, тотчас показывает цветущий и зрелый колос, как и случилось вчера с вами. Я сеял слово сокрушение, а произросло стинание исповедания, стинание, заключающее в силе великое богатство благ. В самом деле, если мытарь, ударяя себя в грудь и сказал «Будь милости ко мне грешному», вышел оправданным больше фарисея, то какое дерзновение должны приобрести мы, оказав в короткое время такое сокрушение? Между тем, нет ничего хуже мытаря. Это крайний предел нечестия, как и Христос объявил, часто приводя в пример крайнего зла блудниц и мытарей. Это дерзкое насилие, безнаказанное грабительство, бесстыдный род корыстолюбие, бесчестное любостяжание, бесчестная торговля. И однако тот, который жил в таком нечестии, мог простыми словами смыть свой позор и получить более, чем просил. Он молился, говоря «Будь милостив ко мне грешнику». А Бог не только был милостив, но и оправдал его больше фарисея. Вот почему и говорит Павел «Могущему же сотворить боли по преизбыточествующей славы своей, более чего просим или разумеем». Но ведь и фарисей молился и стоял в храме, и призывал того же Бога, и сказал больше слов, и начал молитву благодарением. Почему же он потерял и те блага, какие имел, а тот получил и дерзновение, которого не имел? Потому что у них был не одинаков образ молитвы. Этот был исполнен тщеславие надменности и гордости, а тот великой скромности. Поэтому-то тот, будучи обременен бесчисленными грехами, все сложил в себя и получил оправдание. А этот, привезший корабль, наполненный добрыми делами, милостыней и постом, и ударив его как бы какую-нибудь скалу от тщеславной и гордой помыслы, потерпел кораблекрушение в самой пристани. Потому что повредить себе в молитве значит то же, что и потерпеть кораблекрушение в пристани. Но это произошло не от свойства молитвы, а от воли его самого. Видишь ли, что и молитвы недостаточно нам для спасения, если вместе с тем мы не будем молиться по заповедям, которые дал Христос. А какие же дал он заповеди? Молиться за врагов, хотя бы они много оскорбляли нас. Если мы не будем делать этого, то неизбежно погибнем, как видно из примера Фарисея. Если он и не молясь о вреде врагам, а только предавшись тщеславию, подвергся такому осуждению, то какое наказание ожидают тех, которые произносят длинные и обильные речи против врагов? Что делаешь ты, человек? Ты стоишь, прося прощения своих грехов и наполняешь душу гневом. Тогда как должно быть кроче всех тех, которые беседуют с Господом, молятся о собственных прегрешениях, просят милости, человеколюбия и прощения, в то время мы ожесточаемся. Приходим в ярость, наполняем уста желчью. Как можем мы, скажи мне, получить спасение, принимая вид просителей и вместе произнося слова гордости, и раздражая Господа против самих себя? Сами. Ты пришел врачевать собственные раны, а не делать более тяжкими раны ближнего? Это время умилостивления, время молитвы и стинания, а не гнева, слез, а не раздражения, сокрушения, а не негодования. Что же ты нарушаешь порядок, что вооружаешься против себя самого, что разрушаешь собственное свое здание? Молящемуся, прежде всего прочего, должно иметь кроткую душу, смиренный ум, сокрушенное сердце. А кто вопиет против врагов, тот никогда не может удовлетворить этому, потому что он исполнен гнева, и ему не свойственно иметь смиренный ум. Итак, не будем молиться о вреде врагам, но вместе не будем вспоминать о своих добрых делах, чтобы не потерпеть того же, что фарисей. Как доброе дело помнить о своих грехах, так доброе же дело забывать о своих добрых делах. Почему? Потому что памятование о своих добрых делах ведет нас к высокомерию, а памятование о грехах сокрушает и смиряет душу. То делает нас нерадивыми, а это делает ревностнейшими. Те, которые не думают, что у них есть что-нибудь доброе, бывают усерднейшими к приобретению добра. А те, которые думают, что у них лежит великий запас добра, надеясь на это изобилие, немного оказывают усердие к приобретению еще большего. Итак, не вспоминая о своих добрых делах, чтобы помнил об них Бог. Скажи, ты, говорит Господь, беззакония твои прежде, чтобы оправдаться. И еще, не помянул беззаконий твоих. Ты же помни. Но почему мытеря Бог услышал так скоро, а Исаака оставил просить 20 лет и молиться ему о своей жене, и тогда уже склонился на молитву праведника? Надо мне предложить вам остатки вчерашнего учения. Для чего же это сделано было? Для того, чтобы из случившегося с мытерем ты узнал человека любие Господа, который скоро услышал, а из случившегося с Исааком узнал терпение раба, который поздно получил и не перестал молиться, чтобы ты, хотя бы ты был грешником, не отчаивался и хотя бы был праведником, не превозносился. Ибо нездоровые нуждаются во враче, но больные. В худом состоянии находился мытарь, поэтому Господь скоро простер ему руку. Исаак же был крепче. И потому Господь оставлял его, чтобы усилить его терпение. Впрочем, об этом сказано нами от избытка. А нужно сказать, для чего жена его была бесплодной. Для того она была такой, чтобы ты, когда увидишь, что дева сделалась матерью, не был неверующим. Чтобы когда скажет тебе иудей, как родила Мария, ты сказал ему, как родила Сара и Ревека и Рахиль. Когда имеет быть какое-нибудь дивное и великое чудо, то ему предшествуют многие образы. Как при входе царя, предшествуют воины, чтобы царь, прибывший вдруг, не был принят без приготовления. Так и тогда, когда имеет быть дивное чудо, предшествуют образы, чтобы наперед мы приготовились, а не были поражены вдруг и не пришли в смущение от необычайности события. То же в отношении к смерти предшествовал Иона и настроил наш ум. После трех дней изрыгнул его кит, не нашедший в нем свойственной себе и сообразной пищи, потому что свойственная и сообразная пища смерти есть греховное естество. Оттуда она произошла, оттого укрепилась, тем и питается. Как случается с нами, когда мы незаметно проглотим камень, то сначала желудок своей силой принимается варить его. Но когда найдет, что это чужая для него пища, то употребляет еще больше усилия своей пищеварительной способности, не разлагает его, а теряет собственную силу. Так что не может удержать и прежней пищи, но ослабев ее вместе с ним изрыгает с великой болью. Так было и со смертью. Она поглотила краеугольный камень, но не могла сварить его. Но вся сила ее изнемогла, почему вместе с ним она извергла и остальную пищу, какую имела, изрыгнув вместе с ним и человеческую природу, потому что боли уже не могла удерживать ее до конца. Для того и бесплодные предшествовали, чтобы мы верили в рождение Девой. Или лучше не только, чтобы верили в это рождение. Но если тщательно будем исследовать, то можем найти, что бесплодие было образом самой смерти. 379. А что в этих словах нет натяжки? Послушай самого Павла, который говорит, сказав об Аврааме, римлянам 4.19. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарено в омертвении. Не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере и воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. То есть сделать, чтобы от мертвых тел родился живой Сын. Он, затем руководя нас от той веры к этой, прибавляет. Стих 23. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Смысл слов его следующий. Как Исаака воздвиг Бог от мертвых тел, так воскресил и Сына Своего бывшего мертвым. Хочешь ли узнать, что бесплодие было прообразом и другого события? Церковь имела родить множество верующих. Поэтому, чтобы ты не верил, как родила эта бездетная, бесплодная и нерождавшая, предшествовала ей бесплодной по природе, пролагая путь бесплодной по своей воле, и сделала Сара прообразом церкви. Как та, будучи бесплодной, родила в старости, так и эта, будучи бесплодной, родила в последние времена. А что это истина, послушай Павла, который говорит, мы же дети свободны. Так как Сара была образом церкви, и она была свободная, то поэтому он прибавил, мы дети свободны. И еще, мы же, братья, по Исааку дети обетования, Галатам 4.18. Что значит обетование? Как его не природа родила, так и нас родила не природа, но благодать Божия. И еще, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. А это из церков, потому что мы приступили, говорит он, к Сиону, в горе, к ограду Бога живого, к Вышнему Иерусалиму Небесному, и церкви первенцев. Евреям 12.22. Итак, если церковь есть Вышний Иерусалим, и Сара есть образ Вышнего Иерусалима, как сказано, две жены было, одна рождала в рабство, которое есть Агарь. Вышний же Иерусалим свободный, он Матерь всем нам. То очевидно, что Сара была образом Вышнего Иерусалима по своему рождению и бесплодию. Знаю, что эти слова исполнены глубины, но если мы постараемся, то ничего и сказанного не останется непонятным нами. Эти слова таинственные, относятся к догматам. Если же Вы желаете, то я вместе с тем скажу и о нравственной стороне Иш. Бесплодной была жена для того, чтобы ты узнал целомудрие мужа, так как он и не отверг ее, хотя тогда и не запрещал этого никакой закон, и не взял другой при этой свободной, как многие делают под предлогом чадородия, удовлетворяясь своей невоздержности, одних же он удаляя, других принимая, а иные противопоставляя им наложниц и наполняя домы множеством раздоров. Не так поступал этот праведник, но он продолжал любить данную ему Богом жену, молил Господа природы разрешить узы природы, и не укорял жены. Откуда же известно, что он не укорял ее? Из самого Писания. Если бы он укорял, то Писание сказало бы и об этом, и не умолчало бы, потому что оно говорит и о добродетелях праведников, и о недостатках, чтобы мы последних избегали, а первым подражали. Так, когда перед его сыном невестка его Рахиль плакала, и он сделал ее укоризну, то Писание изложило то и другое и не скрыло, когда она сказала «Дай мне детей, не то я умру», то что он отвечал ей «Разве я Бог, который не дал тебе плода от чрева?» Требование женское и безрассудное. Ты говоришь мужу «Дай мне детей», а не обращаешься к Господу природы. Поэтому и он, ответив ей с укоризной, остановил ее безрассудное требование и научил, кого должно просить. Но не так поступал сам Исаак. Он не говорил ничего подобного, и жена его не плакала перед ним и не жаловалась. Отсюда мы научаемся целомудрию и вере. То, что он молился Богу, показывает его веру. То, что он не отверг жены, а обнаруживает нам его целомудрие. А то, что он не укорял ее и не отчаивался, доказывает его терпение, любомудрие, великую кротость и любовь к жене. Не так, как ныне многие делают в таких обстоятельствах, прибегая к снадобьям и волшебству. Он не употреблял этих пустых, бесполезных, вредных и пагубных для души средств. Но оставив все это и отвергнув все человеческие пособия, прибег к Господу природы, который один может исправить такие недостатки. 381. Выслушайте это, мужья, научитесь жены. Будем все подражать праведнику. Пусть для жены не будет ничего драгоценнее ее мужа, а для мужа ничего вожделения его жены. В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем. Этим поддерживается все в мире. Как при потрясении основанию не спровергается все здание, так и при супружеских раздорах разрушается вся наша жизнь. Смотри, мир состоит из городов, города из домов, домы из мужей и жен. Поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то входит война в домы. А когда они метутся, тогда неспокойно бывают и города. Когда же города приходят в смятение, то по необходимости вся вселенная наполняется смятением и раздорами. Поэтому и Бог особенно промышляет об этом. Потому Он и не дозволяет отвергать жену, разве только в случае прелюбодеяния. А что скажешь, если она сварлива, если небережлива и расточительна, если имеет и множество других недостатков? Переноси все мужественно, и не отвергай ее за эти недостатки, но исправляй недостатки. Для того ты и занимаешь место головы, чтобы ты умел врачевать тело. А тело нашего, хотя бы оно имело тысячу ран, мы не отсекаем головы. Так и жены, жены, не отдаляй от себя, не отделяй, потому что жена у нас занимает место тела. Потому и блаженный Павел говорит, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. И для жен тот же закон у нас. Как любишь ты, жена, свою голову и ценишь ее, так цени и мужа. Мы не напрасно столько говорим об этом предмете. Знаю, сколько благ происходит от того, когда нет раздора у жены с мужем. Знаю, сколько зол бывает причиной того, когда ссорятся между собою. Тогда ни богатство, ни благочадие, ни многочадие, ни власть и могущество, ни слава и честь, ни изобилие и роскошь, и никакое другое благосостояние не может радовать мужа или жену, если они в раздоре друг с другом. Будем же заботиться об этом более всего другого. Жена твоя имеет недостатки? Делай то, что делал Исаак. Молись Богу. Если он постоянством молитву уничтожил бессилие природы, то тем более мы, непрестанно молясь Богу, можем исправить недостатки воли Его. Если Бог увидит, что ты из повиновения Его закону терпишь и благодушно переносишь грехи твоей жены, то Он поможет тебе научить ее и даст тебе награду за терпение. Откуда, знаешь, говорит апостол мужу, не спасешь ли жену? И откуда, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Не унывай же, говорит, и не отчаивайся. Может быть, она и спасется. Если же останется неисправимой, то ты не потеряешь награду за терпение. Но если ты отвергнешь ее, то, во-первых, согрешишь тем, что нарушишь закон, и будешь виновен перед Богом в прелюбодеянии. Потому что всякий, отпускающий жену свою, говорит Господь, кроме любодеяния, позволяет ей прелюбодействовать. Притом часто, взяв и другую, более ее тяжелую, ты грех уже сделал, а покоя не найдешь. Если же возьмешь и лучшую, то не дано будет тебе наслаждаться чистым удовольствием со второй, за то, что ты отвергнул прежнюю, сделавшись виновным в прелюбодеянии. Потому что отвергать прежнюю есть прелюбодеяние. И так, когда ты увидишь какое-либо случившееся затруднение, или в супружестве, или в других обстоятельствах, то молись Богу. Это единственный, самый лучший способ избавиться от случающихся с нами бедствий. Подлинно молитва есть великое оружие. Это я часто говорил, и теперь говорю, и не перестану говорить. Хотя бы ты был грешником. Посмотри на мытаря, который не был отвергнут, который очистился от такого множества грехов. Хочешь ли знать, как важно молитва? Не столько значит дружба пред Богом, сколько молитва. Это не мое слово. Я сам по своему суждению не осмелился бы высказать это. Выслушай из Писания, как молитва делала то, чего не делала дружба. Кто из вас, говорит, имея друга, и он придет к нему и скажет, друг, дай мне три хлеба, и тот ответит ему, двери заперты, дети мои со мной на постели. Не утруждай меня. Говорю вам, что если он не даст ему, потому что он друг ему, то по неотступности его даст ему сколько требует. Видишь ли, как в том, в чем не успела дружба, успела неотступная просьба. Так как просивший был друг, тогда бы ты не подумал, что он по этой причине успел. Сказано, если не даст ему и по дружбе, то по неотступности даст ему чего хочет. Если и дружба, говорит, не сделает этого, то неотступная просьба сделает то, в чем не успела дружба. С кем это было? С мытарем. Не был он другом Божьим, но сделался другом. Итак, если бы даже ты был врагом, то через неотступную просьбу сделаешься другом. Посмотри на хананьянку и послушай, что Господь сказал. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Почему же он сделал, если это нехорошо? По неотступной просьбе жена достигла этого добра, дабы ты знал, что чего мы недостойны, того делаемся достойными через неотступную просьбу. 383. Я сказал это для того, чтобы ты не говорил, я грешник, я не имею дерзновения, у меня нет молитвы. Кто не думает, что он имеет дерзновение, тот имеет дерзновение, но кто думает, что он имеет дерзновение, тот потерял дерзновение, подобно фарисею. А кто считает себя отверженным и презренным, тот особенно и будет услышан подобно мытарю. Посмотри, сколько ты имеешь примеров хананьянку, мытаря, разбойника на кресте, упомянутого в притче друга, просившего трех хлебов, и получившего не столько за дружбу, сколько за неотступную просьбу. Если бы каждый из них сказал, я грешник, я стыжусь, и потому и не должен приступать, то не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из них взирал не на множество грехов своих, но на богатство Божие человеколюбие, то получил дерзновение, осмелился, и, будучи грешником, просил не по достоинству своему, и каждый успел в том, чего желал. Будем же помнить все это и соблюдать, будем молиться непрестанно, бодрственно, с дерзновением, с благими надеждами, с великим усердием. С какой ревностью другие молятся о вреде врагам, с такой ревностью мы будем молиться и за врагов, и за своих братьев, и непременно получим все полезное, потому что человеколюбив подающий, и не столько мы желаем получить, сколько он желает подать. И так, зная все это, хотя бы мы погрузились и в крайнюю бездну нечестия, не будем и тогда отчаиваться в своем спасении, но приступим с благою надеждою, убедив самих себя, что мы непременно получим, чего просим, если станем просить согласно с установленными им законами. Могущему же сотворить боли по преизбыточеству своему, и чего просим или разумеем, Христу, даю всех, Богу нашему, подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Отцом и Всесвятым и Животворящим Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.